Молдавия 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 Идут два украинца по улице Навстречу подбегает иностранец Гаишник останавливает водителя Тот останавливается Лейтенант Самсонов Вы знак видели в этом стоит? Тот говорит, да Сынок мой нарисовал Вы слыхали? Вчера таки умер Рабинович Что вы говорите? Тише вон он идет Мужик просыпается Со страшного похмелья Такое начало уже было подобное Вот он просыпается Ничего не может понять У него новая пижама Он пахнет дорогим одеколоном Ногти на ногах подстрижены Такого никогда в жизни не было Музейная чистота Совершенно потрясающая в комнате На тумбочке стоит бутылка пива И записка Любимый, единственный, обожаемый Я люблю только тебя Буду в пять Жена Он опа Никогда в жизни такого не было Он идет на маленьких ножках На трясущихся Открывает в комнату дверь к сыну Сидит сын, делает уроки Доброе утро, папа Говорит, Илюха Слушай, а вчера ничего такого не было Я пришел, может, выпившись слегка Ну, все нормально Он говорит, ну пап, все как обычно Когда тебя принесли, поставили к нам Вот ты сначала традиционно ударил маму Потом дал мне по затылку Потом с криком Спартак, чемпион, кнул кошку Вот, потом начал кататься на шторах, петь И уснул А потом, когда мама тебя положила на кровать И начала раздевать И когда начала стаскивать с тебя штаны Ты сказал Не трожь, сволочь, я женат Одесса На балкон выходит старый одессит Чем-то страшно расстроен Чем-то сильно недоволен У него падают сигареты Он бубнит себе под нос Ему все не нравится И вдалеке видит необычайной красоты радугу Реакция такая На это в них деньги есть Молодой грузин забирается на дерево Спасал кошку Кошка спрыгнула, убежала Он остался там Так бывает Не может слезть Плачет, грустит Приходят грузинские друзья, родственники Звучит слово МЧС Он четыре часа уже там Думает, что делать И вот приходит старый грузин Который обещает разрулить всю ситуацию Маркости, зачем туда залезть? Я не знаю Он не знает Молодой, еще неопытный Дайте мне, пожалуйста, веревку Дают веревку Держи давай Поймал? Молодец К дереву привязывать не надо На руку намотай Молодец Дергай давай Бабах Лежит, поднимает голову из пыли Бекинзи Зачем ты так сделал? Меня так из колодца доставали Встречаются два украинца Привет, как тебя зовут? Серега Это меня так в честь деда назвали А тебе как? Игор В честь деда назвали? Нет В честь олимпийских игр Простите, пожалуйста Вы играете на рояле? Нет, а вы? Да Что да? Тоже нет Едет мужик на своей машине Его останавливает гаишник Нормальный гаишник Но чукча Нормальный гаишник Все в таких милицейских хунтах Все на жезл Палочки Нарисованные полоски Фломастер И злой главное То ли у него лень заболел То ли лыжи украли Но злой страшно Отормозите У вас не права Я сказал сразу Где у вас не права? Злой я не знаю Ну мужик полез Прав нет Что делать? Достает Использовали календарик Он уже давно С 96-го года Пожалуйста Чукша берет календарик Смотрит на свет Хотел на зубы Не надо Посмотрел Злой же Чукша Сразу достает ножницы Календарик На январь-февраль Выезды запрещаю Два грузина Ничего Что бы ты делал Если бы на тебя В лесу напал медведь Белый Бурый Бурый Вилами заколол Не-не А если нет вилы Тогда что? Из ружья застрелил Оружья нет А где оно? Дома забил А я убежал А он догнал А я на дерево залез А нет дерева Что за лес такой? Такой лес был Бичуя Не врубаюсь Ты чей друг? Мой или медведя? Это было где-то В городе Энске В каком-то театре Ставили Спектакль на военную тему И во втором акте У одного из актеров Была Такая небольшая Эпизодическая роль То есть как это происходило? На сцену выходили Актеры переодетые в немцев Офицеры, солдаты Выводили нашего актера Тоже на сцену Он был переодет в партизана И офицер спрашивал Где партизаны? Он говорил Не скажу Застрелять Его уводили за кулисы Слышался звук выстрела И он был свободен Полторы минуты буквально Это шло Весь день свободен Ребята решили Ребята решили к ним пошутить Приезжает он на такси Выходит Говорит Я сейчас Две минуты Мы едем вместе Он говорит Я жду счетчик Щелкать Я знаю Он убежал туда Переоделся Гримм Третий звонок Начинается Он выходит Немецкий офицер Говорит Где партизаны? Он говорит Не скажу Тогда он вынимает Деревянный пистолет Подходит в лоб ему Умри собака Выстрел подушал Тут понял Что-то надо Как-то реагировать В лоб застандали Никто же не живет После такого выстрела Тем более не уходит За кулисы Потому что он рухнул И лежит как дурак Минут 10 полежал А там идет Ребята играют свои роли Он лежал Такси ждет Он полежал минут 10 И встает по пластунски Смертельно раненого дает И полез туда И остается буквально полметра Офицер говорит Взять его обратно Его за ноги протянули Положили на середину сцены Опять он лежал Лежал там Шелков глазами Такси ждет Он полежал еще минут 10 Встает и такой Охаяхая Смертельно раненое Пошел туда Отсюда ее обратно Солдаты привели Ему в лоб опять БААААААААААААААААААААААААААААААААААПААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА! За оставшиеся 45 минут его расстреливали 8 раз. Не разговаривал с труппой потом 2 месяца, пока не компенсировали ему деньги. Какой человек, да? Грузин пытается, как это у нас говорится, закадрить девушку. Подходит к ней. Девушка, я хочу предложить вам пометиться вместе в бане. Она говорит, я извиняюсь, но я не могу пойти с вами в баню, я практически вас не знаю. Хорошо, тогда, может быть, покатаемся на катере вместе. Ну, на катере другое дело. На катере, пожалуй, можно. Вот и хорошо. Не мытьем так катанье. Супружеская молдавская пара впервые в жизни попадает на Испанию, на испанское взморье. Поселились в гостиницу, жена разбирает чемоданы. Муж убежал купаться в море, нырял, ковыркался, плескался. Вот, медузу проглотил случайно. Ну, улыбался под водой, это нельзя делать, конечно. Он возвращается в номер. Жены нет нигде. Обыскал все, в номере нет жены. Он приходит дежурный, говорит, excuse me, my wife, esposa, я облазил все. Я точно помню, что я пришел с ней. Ее нет, я облазил все. Она говорит, что вы волнуйтесь, успокойтесь. Она в 44-м номере у Дона Петро. Он говорит, это исключено. Вы знаете, мы из Молдавии, она не может знать никакого Дона Петро. Вы что-то не... Тем не менее, можете подняться, посмотреть. Он поднимается на 4-й этаж, 44-й номер, постучал, не заперто, открывает дверь. На красивой такой кожаной мебели сидит такой испанский мачо, такой в белоснежном костюме, бриолин, сигара, улыбка голливудская, красавец такой. Такой аля Антонио Бандерас. Они постучали взглядом, смотрят друг на друга. Друг выходит из ванной комнаты, действительно, выходит его жена, этого мужика. Ну, ее надо отдельно описать. Вышло такое доробало, кривоногая, как кошмар, как такой пузо на коленях висит. Какие-то родинками висячими побито, как шрапнелью. Ну, ужас вообще. Целлюлит даже на мизинцах. Вышло такое доробало. И у мужика реакция. Блин, как перед Доном Петро неудобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова